Пошла в магазин за водой, попала под колеса внедорожника. Эта авария произошла 9 января. Ленд-Ровер сбил женщину, переходившую дорогу в 60 метрах от пешеходного перехода. С какой скоростью ехал 26-летний водитель, остается только гадать, но удар был очень сильным. Женщину забрали у больницу, где она скончалась от полученных травм. Позже стало известно, что это преподаватель РГУ Светлана Лебедева. Своей 80 она перенесла два инсульта, но сдаваться болезням не хотела. Делилась опытом с учениками, вела активный образ жизни. Трагический случай вмиг перевернул жизнь ее близких. Нам самое главное, чтобы было правосудие. Это живой человек, который на 81-м, первом году жизни погиб. В любом случае, это преступление. Значит, если ты едешь по затемненному участку дороги в определенное время суток, ты должен, значит, соблежать какой-то такой скоростной режим, чтобы ты мог остановиться. В общем, я не знаю. Но удар был очень сильный, так что бабушка просто, ну, всю переломала. Еще одна авария произошла в спальном районе. На улице Новоселов водитель сбил 16-летнюю девушку. 36-летний житель Рязанского района, управляя автомобилем ВАЗ-2115, двигаясь со стороны улицы Шереметьевска, не справился с управлением, вследствие чего совершил наезд на переходившую проезжую часть по регулированным пешеходным переходам на разрешающий сигнал светофора 16-летнюю Рязанку. В итоге происшествия девушка с травмами была доставлена в медицинское учреждение. В этом месте всегда много пешеходов. Рядом остановка общественного транспорта. Но, несмотря на это, многие водители нарушают правила. Во время работы съемочной группы водитель маршрутного такси выехал на запрещающий свет светофора. Проскакивает иногда. Страшно переходить? Ну почему страшно? Проскочили, идем дальше, потом останавливаются и все нормально. Еще одно шокирующее ДТП произошло 10 января на Михайловском шоссе. У дома 73 на остановке водитель сбил 43-летнюю женщину и скрылся с места аварии. Пострадавшая с травмами обращалась в больницу. Водителя до сих пор не могут найти. В ГИБДД напоминает, переходить дорогу нужно только в установленных местах. В темное время суток надевать светоотражающие элементы на верхнюю одежду. А перед тем, как переходить дорогу, нужно убедиться, что водители готовы вас пропустить. Будьте всегда внимательны на дороге. Если на переходе вам загорелся разрешающий сигнал светофора, это еще не значит, что все транспортные средства остановятся. Всегда имеется вероятность, что кто-то в этот момент может отвлечься на какую-нибудь мелочь или просто прозевать светофор. Тем более, никто не застрахован от случайных неисправностей. За прошлый год в Рязанской области по вине водителей, нарушивших правила проезда пешеходных переходов, произошло 150 ДТП, в которых 6 человек погибли и 155 ранены. В ГИБДД напоминает, что от поведения на дороге зависит жизнь пешеходов. Чтобы ее сохранить и не подвергать опасности других, нужно соблюдать правила дорожного движения.